Всем привет, это Стоулин. Сейчас ты увидишь Пуджау, у которого 3000 килофф. За счет 3000 килофф у него 200к хп, 10к урона, короче 40к ваншот стопроцентный сразу. Дальше будет небольшой опыт, будем просто пятью рейзерами его бить. Поначалу будут просто рейзеры на ульте, потом рейзеры с одной раперой, потом с тремя раперами и с шести раперами и насколько быстро они его смогут забить, вот эти его 200к хп. Ну набивались 3000 килофф где-то один час, как бы Пудж на муншарде их быстренько колотил, ну и как бы с каждым килофф все быстрее и быстрее, потому что сила растет, но как бы чем больше силы, тем больше хп с руки. Ну и в общем дошел до того, что он просто ваншота расписывал. Вот как бы они на шести рапирах уже его пробивают так нормально, то есть хп прям знатно убавляется. Ну и как бы без шести рапер у них конечно ничего не выйдет, но с шестью раперами они его просто забьют. Ну а как бы так, если он их будет тоже бить, то они ничего не сделают же. Собственно поэтому никогда не пить типа джа, то задолбайтесь потом его убивать. Ну а ему как бы у вас вообще будет легкую. Все, сейчас на всех рейзерах подробим ульту, как бы. Они по идее должны будут его уже разносить. Вот хп вообще улетает просто, у него эти 200 тысяч хп, как будто бы их нету просто. Ну а мы ему как бы все равно умерить не дадим, потому что ну как бы нефиг. Потому что я вообще-то пуджатор, но не чтобы его какие-то рейзеры били. Так, ну все в принципе мы на рейзеров посмотрели. Сейчас поставим сюда брестелбека. И соберем его на много хп. Не он столько конечно как у пуджа, 200к хп, но тоже. И посмотрим как он будет его убивать и насколько быстро. И собственно все, мы на него поставили один гард, 5 тарасок, ну и один пудж, который сейчас его убьет. Как бы ульта, пуджа теперь просто игнорирует все его 5 тарасок, и пуджу просто пофиг. Далее поставим еще вместо, наверное, одной тараски, бресту блатмейл. Посмотрим, сможет ли пудж сам себя убить. Ну и вообще что будет из этого. Как бы пудж сам себе тоже нормально тут дамажит, но бреста это все равно не спасает. Так же небольшая рыбалка, так ознакомительная, что он делает ваншоты и так далее. У меня, кстати, по поводу данного ролика до сих пор такие мысли, зачем ты это сделал, нахуя ты 3000 килов сделал на пудже. Ну с другой стороны, а где еще, если не здесь, сделать 3000 килов на пудже и поиграть на нем. Далее мне пришла мысль, почему бы не сломать Таула на пудже. Сколько же это будет все-таки ударов? Два или все-таки это будет один ваншот, хотя 10.000 кп это 100% ваншот. Вот так вот. Давайте еще немного поколотим их. Посмотрим на эту красоту, когда пудж все-таки ваншоты прописывает. Ну конечно, когда пудж ваншотит, это прям приятно на душе. Также сейчас пудж очень здоровый, я ему дал печеньку на рост. То есть сейчас он просто стоит рядом с Тауэром, и Тауэр как какой-то герой, даже наверное как питомец на его фоне. Блин, ну и конечно вот эти новые Тауэры, вообще офигенно. А, здесь печеньки как бы одного размера с башней просто. Далее у нас будет финальный эксперимент. Мы посмотрим, за сколько времени фонтан застрелит пуджа. Мы ему опять дали печеньку, чтобы было, в общем. Тут я, наверное, особо ничего говорить не буду, просто посмотри. Так как это очень долго, это целых 2 минуты, я ускорил в 3 раза видос, чтобы это было немножко побыстрее. То есть он просто сейчас фигачит как настоящий пулемет, понимаешь? Так же, как всем известно, кто играл с печенькой, еще кто ее находил. Мы можем с ней ходить сквозь здание. То есть можем просто в нем сидеть. Как в какой-то маленькой парилочке такой. Только эта парилочка у нас фонтан. Так, ну на этом как бы практически уже все. Можешь написать в комментариях, сколько максимум килов сделал ты на пудже. У меня это было где-то 25. Ну вот так вот. И подпишись, пожалуйста. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok